Высшее правильное искусство будет создание новых сил. Сейчас мы тренируемся. Пять тысяч лет не читая, не помните, я рассказала про книжку. Человек 23 года рисовал 23 картинки. Я как один виртый не был, в голове тут такая звука, он комбинировал, надо было принести. И сделал компьютерные меры. Иногда еще за пять лет большим количеством людей. Иногда маленьких, кстати. И здесь написана фраза «40 лет до реализации, 20 уже прошло». Хотим сказать, что когда просматриваешь историю виртуальных веков, ну там будет, нафиг что ли, последние 20 лет, это нельзя заметить, если не проанализировать. Она ошеломляет. Начинает это с обычной, там, черно-белой графикой, треугольнички и титаны. А теперь идет огромная 3D модель с невероятно проработанной миром. Это всего за 20 лет. Например, если сейчас зайти в «Фар Прай» игру, на хорошем компьютере, в хорошем городе, очень впечатляет реалистичность. Как они делали? Они брали реальные пейзажи, очень хорошо сыплова и вставляли в компьютер. Фактически ты ходишь, что-то там делаешь. Но метод по-другому, скажем, будет другой. Многие на этом месте считают, что при таком скорении технологий, как сейчас, а технология ответствия заявляет очень быстро, ускоряется и искусство встает. Технологии каждого года на новотехнологический рывок критический в любом месте. Многие считают, что лет через 20-30-40 разные оценки бывают. Но стоит это назвать технологической симуляризм. То есть настолько быстро меняющийся мир, что такие, как мы сейчас есть, мы с ним справляться не будем. Я тогда уже думала, что вообще тут не особо не справимся. И сейчас. А тогда уже вообще сложность. И появятся совершенно другие сущности игроки в этом пространстве мирового. И кто знает, вообще вы же любые роботы. Или, может, мы изменимся так, что уже и любви не будем. Поэтому некоторые штуки. Еще 20-30. Говорите в смысле? А то все будет уметь. И о новых игроках. Да, роботы, они фактически появляются. Антропоглотные роботы – это игра. Они не обязаны быть обспороглотными. Они обязаны что-то делать. Ну, так, если хорошим. Раньше. Ну, например, есть роботы, которые просто готовят блюда китайской кухни. Теперь китайцы увольняют свой поварок и просто ставят роботы. Отлично. Роботы – есть эркотизированные фабрики, которые делают машины. У них есть только пенатель. Выходит, как пеналит, немножко там не оставилось. Но стеклянная фабрика стоит, например, ФРГ. И там они роботы, ничего больше нет. Они делают, как с вами, пеналит. Да, очень интересно создать контрапоморфного робота. Но, с другой стороны, конечно, есть не робот, но контрапоморфный – это секс-игрушки. Да, вот, удобно и будет. То есть, мантрапоморфный. Теперь с вами совместительная технология. Люди это делают постепенно. Есть роботы, которым теряют эмоции. Которые, нет, они ничего не думают. Они что-то делают иногда плохо, иногда так хорошо. Была представлена замечательная голова Александра Сергеевича Кушкина, которая рассказывает статьи.